Матвей, мы знаем, ты недавно сделал предложение своей возлюбленной, был ли вариант тебе отказать? Был вариант не всплыть, потому что делал я это на прекрасном острове тайском Тачай под названием. И чтобы как-то отвлечь внимание невесты, чтобы я подсобрался мысленно, морально и физически, и мы зашли в воду, в океан, и я говорю, ну давай, на счет три ныряем. Ну естественно, на счет три она нырнула, а я стоял, ждал пока вынырнет, и готовил речь. Мне кажется, в таком месте отказать просто невозможно. Собственно, я и воспользовался возможностью. Скажи, а Мария поклонится твоего творчества? Да, она знает мои песни лучше меня даже. Все наизуясь. То есть нам стоит ожидать новую звезду Blackstar Марию? Она для меня и была всегда звездой, и дома она для меня всегда звезда. А так, пускай будет моей любимой невестой, вскоре женой, а и так одной звезды дома хватает для публики. А вот сегодня такой день, 14 февраля, получила ли ты какой-то незамимаемый подарок сегодня? Да, она мне сегодня сделала очень неожиданный сюрприз. Я совсем не ожидал, мы только приехали из Санкт-Петербурга, и прям с пользы, с Апсана забежали домой. Я думал, что у меня будет хотя бы пару часов на то, чтобы поспать, прийти в чувства. Но она меня вытащила в ресторан, я зашел туда, там все было в свечах, в цветах. Играл парень на фортепиано, одну из моих песен, Капкан, которую я написал ей. Ну, короче, это было очень романтично, для меня никто еще никогда такое не делал, поэтому я под впечатлением, и этот день Святого Валентина запомню точно. Скажи, а что ты можешь пожелать всем влюбленным и всем тем, кто еще не обрел свою вторую половинку? Дорогу осилит идущий, поэтому стучите, вам откроют, ищите, и вы найдете. Кто не нашел, а кто уже нашел, цените и терпение, потому что, как ни крути, бытовые неприятности, они бывают у каждой пары, главное, с философским подходом к этому делу относиться. Так что, любви, процветания и счастья всем. Спасибо большое за интервью, хорошего вечера.